Привет, друзья! Из этого видео вы узнаете, какие обследования и анализы советуются делать более или менее регулярно в профилактических целях, так как отклонения в их результатах охватывают большую часть нарушений функций разных органов, в том числе могут быть связаны с раком. Как заманчиво звучит, раз в год сделать анализы и обследоваться, и потом год жить спокойно, не боясь, что у вас где-то что-то растет, то, что расти не должно. Кто-то сдает анализы раз в квартал, кто-то раз в полгода, год или каждые два года, а кто-то, к сожалению, только тогда, когда уже поздно. Забота о своем здоровье и так называемая тревожность о здоровье может зависеть от уровня образования, социального статуса, уровня доступности медицинской помощи, наличия сопутствующих болезней у самого пациента или нарушения здоровья у его друзей и родственников, а также от других факторов. В среднем можно выделить наиболее важные исследования, которые желательно проходить мужчинам и женщинам регулярно, а при наличии предрасположенности к тем или иным болезням, например, случаи онкологических болезней у близких родственников в раннем возрасте, можно начать регулярно обследоваться из более раннего возраста, чем рекомендуется обычно. Необходимость этих исследований также обусловлена более высокой вероятностью развития болезней в зависимости от пола и возраста. Привожу здесь усредненные данные из разных источников, как европейских, так и американских. Данные могут на 100% не совпадать с рекомендацией эстонской больничной кассы. Для женщин артериальное давление любой возраст, каждые 1-2 года Маммография для профилактики рака груди, начиная с 40 лет, при необходимости из 30 лет, каждые 1-2 года ПАП-тест, анализ на вирус папилломы человека, ВПЧ, на рак шейки матки, начиная с 21 до 65 лет, или после 3 лет от начала половой жизни, по другим источникам, начиная с 30 лет, каждые 3-5 лет, при наличии высоких рисков заболевания 1 раз в год Холестерин, в том числе АПА-липопротеины, начиная с 20 лет или даже раньше, если высок риск сердечно-сосудистых болезней и осложнений, каждые 4-6 лет для взрослых с нормальным риском, чаще в случае, если повышен сердечно-сосудистый риск Скренинговая колоноскопия для диагностики рака кишечника, начиная с возраста от 45 до 75 лет, каждые 10 лет предпочтительно, при повышенном риске 1 раз в 5 лет Сахар крови натощак, а в отношении диабета, начиная с 45 лет, раз в 3 года Проверка слуха на старческую глухоту, начиная с 40 лет, при необходимости рекомендуется врачом Рентгенография легких в отношении рака легких и туберкулеза, начиная с 55 лет, если ранее были или сейчас являетесь активной курильщицей, раз в 1-5 лет или в зависимости от рекомендации вашего врача Денситометрия, проверка плотности костей для выявления остеопороза, начиная с 65 лет или уже начиная с менопаузы, если при этом есть дополнительные факторы риска, в зависимости от рекомендаций врача Физический осмотр, включая рост, вес, индекс массы тела, любой возраст ежегодно Зрение, также проверка в любом возрасте, каждые 1-2 года Для мужчин артериальное давление, любой возраст, каждые 1-2 года Холестерин, в том числе аполипопротеины, начиная с 20 лет или даже раньше, если высок риск сердечно-сосудистых болезней и осложнений Каждые 4-6 лет для взрослых с нормальным риском, чаще, в случае, если повышен сердечно-сосудистый риск Скрининговая колоноскопия для диагностики рака кишечника, начиная с возраста от 45 до 75 лет Каждые 10 лет, предпочтительно, при повышенном риске 1 раз в 5 лет Сахар крови натощак в отношении диабета, начиная с 45 лет, 1 раз в 3 года Проверка слуха в отношении старческой глухоты, начиная с 40 лет, при необходимости рекомендуется врачом Рентгенография легких в отношении рака легких или туберкулеза, начиная с 55 лет, если ранее были или сейчас являетесь активным курильщиком, раз в 1-5 лет Или в зависимости от рекомендаций вашего врача Физический осмотр, включая рост, вес и индекс массы тела, любой возраст ежегодно Проверка зрения, любой возраст, каждые 1-2 года ПСА, простатоспецифический антиген для выявления рака простаты, начиная с 50 лет, а также начиная с 40 лет для афроамериканцев Один раз в промежутке от 1 до 5 лет, в зависимости от результата первого теста и рекомендаций вашего врача Как видите, многие рекомендации у мужчин и женщин совпадают, но также есть и отличия Если вы решили сдать какие-то дополнительные анализы, то, на мой взгляд, наиболее широко используемыми и информативными в этом случае могут быть эти 11 анализов Гемограмма, или общий анализ крови, или ОАК, оценивают гемоглобин, количество разных клеток крови, наличие воспаления, а также другие показатели 3-х месячный сахар, или гликированный гемоглобин, оценивают средний уровень сахара за 3 месяца Креатинин и скорость клубочковой фильтрации, этим оценивают функцию почек АЛАТ, АСАТ, ГГТ или ГГТП и билирубин, ими оценивают показатели функции печени, сердца, а также повреждения мышц Цириоактивный белок, неспецифический показатель воспаления, может быть связан с различными воспалениями, а также опухолями 4-соя, или роя, скорость оседания эритроцитов, также неспецифический показатель воспаления, может быть связан с опухолями 5-ферритин, еще один неспецифический показатель воспаления, показатель депо железа в организме, может быть связан с опухолями 6-гомоцистеин, может быть связан с вероятностью развития болезни сердца и опухолей 7-щелочная фосфатаза, может быть связана с болезнями печени, почек или костей ЛДГ, лактадегидрогеназа, может быть связана с болезнями легких, крови, печени, почек и опухолями Анализ мочи, тест полоской, а также микроскопия осадка мочи Оценивают наличие воспаления бактерий, кристаллов, при наличии камней в почках и других болезней мочевых путей Не советую вам сдавать анализы на дорогие минералы и микроэлементы, как цинк, селен, медь, витамины А, Е, С и другое подобное Так как даже если эти показатели окажутся не в норме, то оценить значимость этих результатов на ваше здоровье очень сложно И в Эстонии, и то, это только я предполагаю, можно будет получить хоть какую-то минимальную информацию, возможно, от врачей лабораторной диагностики Но поскольку они не участвуют в лечебном процессе напрямую, то и реальную пользу от этих консультаций невозможно предугадать Спасибо, друзья! Надеюсь, вам понравилось А теперь самое время лайкнуть это видео, так его увидит большее число людей До новых встреч! До новых встреч!